Да, скуп, скуп. Вот это не крещённый. То есть убили совесть. А совесть, Слатоуст говорит, первичнее Евангелие. Сначала совесть. И когда совесть не стала работать, тогда Бог дал писанный закон Евангелия. Вот это самое отрицательное, что может быть есть сегодня в лже-православии. Я пойду батюшке сдам грехи, как будто засохшие шкуры быков. От нас Бог ждёт полной отдачи. И Бог желает сам Духом Святым начать в нас трудиться. Даже молиться. Павел говорит, мы не знаем, о чём и как молиться. Но Дух Святой воздыханиями неизречены в опье тавва очи. Я не знаю, о чём молиться. Вот звонит мне одна из Германии. У нас сына, внука, кладут на операцию. Пожалуйста, помолитесь. Я говорю, а почему вы звоните сюда-то? Мы слышали в Германии, слышали, что ваша молитва доходит. Мне звонят с Монстыря, с Джорданвилля, с Австралии. Мы слышали, там, с Англии ваша молитва доходит. Да откуда я знаю, доходит? Нет, чё я какой? С Америки, неоднократно, там, с Сакраменто. Я не знаю. Ну вот, помолитесь. Я говорю, а чё молиться? Ну, что бы так? Нет, я так не молюсь. А как вы молитесь? Я скажу, да будет воля Господня. Я ещё сейчас помолюсь, и ребёнок сразу сончается на операционном столе. Я волю Божью выпрашиваю. Это я могу сказать. Бог слышит. Да как так? Да так, что мы не знаем, что ребёнок этот делается негодным. В доме Раваама нашёлся один только ребёнок, и он умер, написано. Он угоден Богу, и он один умер. Бог его восхитил. Ну, вспомнишь, здесь святой Клеопатры, это Уара. Когда мать плакала, он молодой офицер, а она увидела, что он на плече сидит там в раю, и говорит, мам, что ты плачешь-то? Мне тут так хорошо, я не хочу туда идти. И люди, которые в клинической смерти были, они никак не хотели возвращаться в это тело гнилое. Так и этого Амвросий, по-моему... А, отец Арсений. А, отец Арсений, да. Описает то же самое. Когда он прошёлся-то и назад он... Если мы любим Господа, то в нас должно быть чувствование, которое во Христе Иисусе. И даже содействовать, помогать друг другу в этом-то. А не то, что вот я исполняю правила, там молюсь. То есть, вот у нас перед службой всегда заходят за 7 минут. За 7 минут и сразу объявляются. Встанем все для молитвы. Всё, 7 минут полная тишина. Ни крестного знамения, ни шевелиться, ничего. Теперь, а как? А молитвословы были первые. Я вам сейчас даже покажу. Ну, это маленько пораньше они были изданы. А, есть у нас такое. Такое. Это был патриарх Алексей Первый. Вот оно как выглядит. На, прочитай слух. А, правила поведения. Ну-ка, прочитай вот это впереди. Молитву утренную. Став осна, прежде всякого другого дела, стань благоговейный, представляя себя перед всевидящим Богом и совершая крестное знамение произнеси. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть, сначала нужно что? Чувства свои привести, затем, ну-ка вот здесь, затем, затем немного подожди, пока чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное. Тогда произнеси следующие молитвы без поспешности и с вниманием сердечным. То есть, нужно время, чтобы сконцентрироваться на разговор с Богом. А никаких, забежал тогда. У нас 7 минут, полная тишина. И вот за эти 7 минут мы и освященники успели помолиться, и мысли как-то маленько, маленько хоть привести, кто как может. Ты в каком храме это найдешь, чтобы люди так заботились о молитве? У нас вот сейчас псалтырь, это круглосуточно она читается, псалтырь. Вот она позвонила, тут умер, умерла у нас одна, ну а модератор там, супермодератор у нас сейчас Юля, она распределила, кому какую читать, и два раза псалтырь прочитать за 40 дней. И на всех, каждому столько прочитать. Она только позвонила, не позвонила, дала на интернет, все уже мы взяли, все на молитве. Каждое утро кафизму. И вдруг прошло несколько дней, говорят, бывший у нас здесь священник, он был минусинский благочином, и там машина выскочила, его в лоб, он сразу скончался там. А мы его знали, Михаил. Мы сразу его подключили сюда, теперь Пелагея и Михаила. Понимаете, мы все родные, мы единые на единой виноградной лозе. Вот что нужно. Не то, что там сказал, а помолитесь. Вот сейчас мне многие в интернете, я говорю, порядок такой, сейчас я становлюсь на молитву, и я им говорю, как молиться, и вы становитесь на эти же 100 поклонов. Согласны? Согласны. Отходим. Даже мусульмане звонят, когда, и с ними вместе на молитву. Такие удивительные есть, там одна мусульманка переписываемся, большая переписка с мусульманкой. Она преподаватель теологического факультета в Баку. Она отец Игнатий, наставник, там учитель. Она псалтырь со своими учениками читает, ходит в православный храм, монастырь. Вообще. А как местные ее мусульмане? Во всяком случае, как раз, говорят, ее там зажимали и прочее. Ты зайди и посмотри в интернете. Сейчас секунду буквально одну, смотри. Вот про мусульмане что-то там... А вот сейчас посмотри, что. Она тут заглохла, пока разговаривали. Ага, а я что ищу-то? Она у меня как раз открытый форум-то. И вот смотри, на форуме вот поиск, видишь? Общий поиск. Вот сейчас она открывает. Я говорю уже, переписка. Вот посмотри. Переписка с одним. Переписка, в моем мире, с сектантом, ставшим православным. Переписка с мусульманкой. Вот она, Самира Тагеева. Ты посмотри, сколько у нас уже здесь. Сейчас я посмотрю, сколько здесь. Даже не... А, я не... Не это... Надо было сразу показать. Сколько страниц-то здесь? Четыре страницы. А у них у мусульман свет зеленый. Я зеленый свет делаю-то. Она пишет. Мира вам, отец Игнатий. А что говорите? Вы 18 кругов по четкам. Спаси Бог. То есть, 18 раз я становлюсь в день на молитву. В день. В 18 это по 100 поклонов. И утренний вечерний не считается молитв. То есть, у меня 2000 поклонных в день. Я ему с ней все... Вот так. Я поясняю. Только для того, чтобы мы больше имели представление друг о друге. Вы же смотрели, как я шакланяется. Ролик на моей страничке в моем мире. И я рядом с ним. Совершив крестное знамение, потом поклон делаем такой, чтобы рука могла пола коснуться. Так иногда руку опускаешь, чтобы себя проверить. Полный поклон делаешь. На каждой молитве считаешь три святое, а потом с прославлением Бога и своими просьбами, почетками, не менее 100 поклонов. На это уходит не более 10 минут. Салон 118-164. Семикратно в день прославляю тебя за свою правду. Да, я же это все писал вам. И таких молитв по 10 минут. Не менее 10 каждый день. Иногда и до 18, если утренне-вечерне считать. Итого в день таких полных поклонов совершаю постоянно от 700 до 1800. Только на поклонах, почеткам, лестовкам. Так каждый день в году. А во время иных молитв там тоже поклоны. Кто бы ни пришел по делу или в гости. Со всеми стараемся так и помолиться. Хотя бы на один заход. Теперь. А она пишет. Мира вам. Дальше. Я ей поясняю. У меня была весьма обширная переписка. 1200 писем в год. И дальше я ей поясняю. Теперь заходят другие стихотворения. И вот она стоит. Это она вышла из храма православного. Вот она. Здравствуйте. Это я у брат храма Жон Мироносец у нас в Баку. Вот удивительное дело. Мира вам, дорогой отец Игнатий. Занялась тут уборкой и видео параллельно слушаю. Я переслал туда записанные записи. Ну такие интересные вещи. Слава Богу. Хорошо, когда Бог позволяет человеку учиться. Я бы так же, как и вы, хотела к вашим годам знать Библию. Спасибо Богу. Удачи вам. Мир вам. Как вы там? У нас уже 19 раз холодно. Самира Тагева. Здравствуйте. У нас тоже прохладненько стало сегодня. Ночью ливень был. Деревья напились, водички. У меня, слава Богу, видео скачиваю. Откуда? Теперь я ее спрашиваю. Самира. Да уж, отец Игнатий, у нас тоже такие противные мулашки есть. Это мула, это как священник у нас. Их специально держат в храмах, чтобы вызвать отвращение к религии. И вы знаете, у них это получается. Они такие черные о своих делах, тучные, только и знают, как бы побольше денег прихожан содрать. Да, кстати, в Коране, вы помните, есть стих, где говорится, что большинство священников и мул будут сводить людей с истинного пути, несправедливо пожирать будут их добро. Бог знает все наперед, добразумитый Господь, как вы научили меня говорить. Но, конечно, не все священники и мулы такие плохие. Есть и светлые люди, но их очень мало. Спасибо. Теперь я вот все говорю, привожу места писания. Она говорит, вот у меня завтра доклад там будет, и что говорит Бог о мужчинах по отношению к семье, как они должны... А вот это все можно, да, почитать? Да вот оно на сайте. А, все? Не на сайте, на форуме. Все, я понял. Слово, переписка только, а знаешь, куда искать-то? Да, да, да. Вот она. В конце справа, не по темам, а общий поиск. Видел. А на сайте, сейчас открою сайт, минутку. Вот мой мир. Вот он, вот он, вот он, вот смотри. Самое, конечно, главное, это вот эти вот 4124. А вот поиск, вводи сюда. Все, что на сайте есть, по одному слову ты найдешь. Вот я сейчас спрошу. Калашников есть или нет? Да есть. А вот смотри, сейчас оно покажет. Так, письмо Калашнику, Петру Григорьевичу. Вопрос такой, это третий том. Калашников. Сострадание. Как Петя Калашников. Объяснование злоба на суду, клевету поддерживал. Земля. Петр Григорьевич на позор себе на бесславие поселку. Духовное служение. Для слова Божия нет уз. Вопрос такой. Ну, пожалуйста. И вторая страница. Но на этом кончается. Мигом все высветилось. На всем сайте. Ну, и по форуму это точно так же. Ну, а про сайт уже и говорить не надо. Все остальное тут, говорите, легко найти. Видишь, как он составлен? Для слова Божия нет уз. Он очень грамотный состав. Ну, это делал специалист. У него два высших образования по этому делу. И он красным дипломом. Вот звук и видео. Я сейчас только чуть-чуть покажу. Ты еще не все знаешь. Вот смотри, Библия начитана. Иван Анатолуста, Жития 12 книг. Вот я ткнул его. Вот посмотри, разворачивается. Каждая, это по векам, из каждой книги, из каждого дня я выбрал первый, потом второй. В развернутом виде до тысячи лет никогда не было издано. Почему никто этого не сделал? У меня история церкви вся открыта. Каждая вот эта цифра, это означает 2 часа 5 минут. Файл. Теперь прошел файл. Вот он я. А вот этот каталог по житиям святым. Хорошо. Смотри. Каталог открыт. Мало что. Теперь. Первый век. На каждое число. Какой святой? Какой продолжительности звучания? Сколько страниц в этой книге? Ты понимаешь? А, это все аудио начитано. Это аудио. Ну, посмотрели, а это каталог. Что вот эта каждая цифирка синенькая, которая была, что она означает? Какого числа? Какой святой? И в житиях 14 страниц в книге. 34 страницы. Иудокия. И вот смотри, сколько идет. Это все файлы идут. Четвертый век. Вот посчитай. Я так окручу четвертый век один. Каждая графа должна быть выведена. Каждый святой показан. Здесь море. И притом, нигде в мире этого нету. И я думаю, что ее вряд ли будет. Здесь жизнь положена. Так что ты, Марк, неплохой дружине пристать можешь. Здесь все тебе. И представь, закончить жизнь в объятиях Христа. Это каково. А то я тебе даю только то, что и златоусы, и на все, на все. 3467 моих стихотворений здесь. Эту цифру не можешь осилить. Это означает Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Блок вместе взятые меньше количества. Так у них этого нету. Там о Библии-то ничего нет. Они мне, ну, они, говорится, такие стихи-то. Это проповеди стихах. Ну, сколько, более 60 написано пение положено. Как их перепечатают везде. В интернете они рассыпаны. И я отбросил, я ни одного стихотворения не пишу. Все, отошел. Я отошел от всего. От проповеди отошел. От издания книг, раньше я был в Марфлоте, МФ, а сейчас у меня только осталось МФ, молитва и форум. МФ. Понял? Я от всего отказался. 1200 писем в год писал. Сейчас ни одного, никто за меня напишет. Полностью отошел от пистолярное наследие в стороне. У меня по 650 страниц, 77 томов только то, что спрятал от КГБ осталось. Это все переплетеное, а сам переплетчик. Тут такое сокровище, которое вообще невозможно. Никто не может поверить, что это сделано одним человеком. Как КГБ Московское. Было МГБ. Искали несколько отделов в Сибири. Одна жизнь, одного человека. Это не может быть. Это как можно? Ну и помощников было много. Архипелаг ГУЛАГ. Жития святых, Доброта, Любия, пять книг начитаны. Григория Диченко, другие материалы. Это все здесь. Фильмы, онлайн, пожалуйста. Ткнул только и пошло. И при том, люди, это другой фильм, другие книги здесь все наше. Разница эта большая. Если у меня 291 ролик, они все мои, наши, у нас снятые, на крещении. Если стихотворения, не чьи-то, они мои. Фотографии почти 2500, это наши деревенцы. Ваши, да. Это очень важно, что мы показываем, вот в этом раздрае можно жить, радоваться, благодарить Бога. Будут враги. У вас есть враги. Врагов нет, а они есть, но их нет. Почему? А я молюсь за них. Враг тогда, когда я его считаю врагом. А я его не считаю. Я его считаю человеком, который страдает из-за меня. Он мне Царство Небесное готовит. И как я могу на него злить или обижаться? Он богохольствует когда-то, да, вопрос другой. Я закрываю, запечатаю. Ну, я супер модератор, этот администратор. Я могу одним щелчком выхлестнуть его. Все материалы сразу исчезнут, его здесь не будет. Ну, программа такая есть. Но я не делаю. Только в случае, если нападение на Бога, на Библию и на Церковь. А когда меня полощут, я никогда не... Это ни на одном форме не позволят делать. А у меня тут он как фосфит в гриву, как говорят. Нет, там сам ты можешь удалить человека. Сам человек свои может удалить. Больше никто не может удалить. Вот на форме. Ну, на майле я со своей страницы чьи-то высказывания могу удалить. На своей странице чьи-то, да. А на чужой странице не можешь. На чужой нет. Вот это правильно. А на форуме никто не может удалить. Ну, да. Я никому это правил. Только составитель это... Нет, только главный. Я... ну, вот оно, видите. Должен. Тут написано. Кто-то должен удалить. Супер, супер, главный. Вот у меня здесь помещено 3427 материалов. Сколько я вложил сюда? А теперь... Вот в любом месте, где ты идешь, вот дошел ты, на каждом моем выступлении здесь. Вот оно здесь, видите. Я ткнул его. Здесь. Где я? Я уже на форуме. На форум зашел, на это, на сайте. Вот. Православный, вилетский... Мы поблагодарим Бога. Нам так хорошо было. Отец наш небесный, великая тебе благодарность за любовь и милость, которую ты нам оказал. Хвала Тебя за эту встречу. Слава Тебя. Благослови путь, Марка. Устрой все по воле Твоей. Чтобы не наше человеческое, но Твое было. Чтобы воля Твоя познанно была нами и исполнена. Иисусе сладчайший, доведи нас всех до желаемой пристани, до царствия Твоего. Исполни нас благодатью Духа Твоего Святого. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я тебе хотел дать визиточек. Опа. 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 Опа.